итак всем привет сижу в гараже рубрика очень тонкий анализ тема вариатор вариатор подразумевает смысле коробку передач вообще сегодня разговор будет про не только вариатор но под другие коробки я попробую затронуть плюсы и минусы возможно теорию и мы разберемся почему же почему же так дорого их ремонтировать такой анализ получится почему потому что до самом деле до сих пор вот уже вроде бы изученная тема избитая да но до сих пор люди парятся брать не брать вот понимаете даже если вот человек все вот он настроился на какую-то определенную вещь там вот ему нравится какое-то масло заливать двигатель все нас он все равно будет смотреть все эти ролики и искать скажем так выгоду брать не брать брать не брать поэтому тема она мошка и свежая может без конца про этот вариатор твердеть все равно никакому консенсус скажем так не придем есть свои плюсы и каждому как говорится свое но давайте принципе разберемся по порядочку по порядочку пацаны так вообще как бы ну давайте начнем с того что мы риски вообще представляете какая задача просто предстоит у человека вообще которых соображает автомобилях выбрать автомобиль для себя там для для путешествия не знаю то есть помимо того что есть разные модели разные марки разные страна производитель есть также разные двигатели разные системы двигателя там ванны с и дабл ванны с и там турбинка еще что-то дизелек помимо всего этого выбор еще предстоит и перед коробкой передач то есть это автомат робот ручная там какая-то да допустим или вариатор и чек начали париться да и о том где-то там на работе услышал там интернете там вариатор плохого не бери вариаторами ли вариатор давайте разберемся по порядку чё к чему почему не брать ты чё хорош ты давай давай ты сам разбирайся пацанчик пари сюда начнем скажем так с теории ну помимо того что вообще я тебе говорю ты можешь просто набрать в гугле да как принцип работы давайте вкратце расскажу на пальцах вот на пальцах покажу на весь вот коробка в идет два вала да вот они горизонтальные идут на них шкивы надеты грубо говоря шкивы всего четыре штуки два из них двигается два этих не двигается примерно вокруг этих шкивов идет ремень ну возможно это будет какая-то цепь то есть не обычный ремень грм-то какой-то да там или поликлиновые шестиручковый обычный специальный ремень для вариатора то есть железными штучками и так далее он проходит там вокруг этих шкивов как меняется вообще крутящий момент дело то что под давлением масла шкилы вы так вот сдвигается то есть достигается и между ними вот кина образное такое отверстие получается клинообразная такое и понятное дело что шкив когда сближается он вытесняют наверх сам ремень то есть а scanned и тут так вот получается ремень увеличивается в диаметре или здесь и увеличу цию так вот он гуляет может быть два сразу и так гуляет в зависимости от положения педали газа от мощности двигателя и от настройки самого этой двигателя и коробки передач все это взаимосвязано ты как бы едешь да все поехал все хорошо но бог не из теории ты должен одно понимать осознать должен такую вещь что нет жесткой связи от двигателя до должен асфальта то есть нету там шестеренки которые так втыкнулась на шаг на патриоте раздатка так втыкнулась все и ты кого поехал все хорошо то есть не можешь газовать делать все что хочешь пока у тебя кардан не провернет то есть нормально как бы катаешь и все едешь но тут опять же тут ремешок понимаешь просто при ситуации что ты выдираешь на тросу там человека друга своего из сугроба да пусть на машине и ты посмотри как ремень натягивается то есть он там на хорошо натягивается нагрузка такая хорошо идет и забудь что твой ремень вариатор если ты на такой коробке он натягивается примерно также ну там идет через рычаг как бы и дурнишка другого усилия но примерно это когда выглядит именно таким образом тоже ты должен представлять и осознавать плюс кому будут ремень он не полностью не все поверхности прикасается к этим шкивам то есть он только по бокам вот то есть он вытесняет его и только с боков и он выходит как бы по бокам ремень твой по это дело что он специально форуме да как бы такой полукруглый снизу также и цель но не полностью и из-за этого называемый такой косяк как вот царапание этих щек шкивов то есть просто говорит куба тарио это ресурс кончается то есть он царапается такой как его по кругу то идет большая нагрузка у тебя ремень так вот увеличивается увеличивается действий так царапать 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 получается выработка и в итоге просто-напросто он клинит то есть одни прогресса момент и есть никаких признаков ты поменял вчера масло никаких признаков не было тоже чуть-чуть сломается но опять ты газуешь идет хорошая нагрузочка ремень увеличивается на этом шкиве и там большая выработка была и это он там закусил снял порвал все бабах все разлетелся по по всяким мелким за этим канальчиком разбежался от ремешок порвался на маленькие запчастюльки заживала куда-нибудь его в эти шестеренки в подшипник какой-нибудь сальник порвал но это все конечно же может быть но факт остается фактом что ты газуешь все у тебя как будто бы сцепление тому нету машина не стоит на месте ты газуешь все дальнейший дорогостоящий ремонт возможно даже замена полностью всего-всего потому что ну там по запчастям в принципе найти можно но об этом чуть попозже и сам от принцип пожалуйста ремень цепь да и большая нагрузка это все конечно же не выдерживает отсюда такие ресурсы производитель нихрена там ничего мне говорит то есть там не скажет вам так слушай вот покупаешь у меня ниссанчик да допустим ниссанчик и вот там допустим такой ресурс 150 тысяч конечно ты не скажет все обычная коробка гарантия там три года 100 тысяч пробега все пожалуйста ну в принципе он тебя бегает никого не денется вариатор нет а он бегает ну и конечно же не будешь его насиловать но потом конечно же ждут тебя приключения и об этом как бы понятно дело никто не знает и не узнаешь при покупке вообще за вот этой коробкой передачи свт да вот она как как расшифровывается даже не знаю то есть свт пускай атака не будет нет голову сидишь и забивать вам тоже это не надо это как бы муж хоть будущее то есть хотя он эта коробка придумана уже давным-давно там кто-то ее там придумал не может же было но столько лет уже прошло как-то ее сделать чтобы она была надежная видимо это нецелесообразно то есть если сделает ее надежной просто-напросто это будет очень дорого стоить и нет бессмысленно покупать такие автомобили такие коробки больше никто не будет просто автомобиль будет сам себе дорогой поэтому до сих пор никто ничего не сделал опять же вот это dsg-6 dsg-7 там power shift какой-то там механика какая-нибудь любая все это отдыхает конечно же по сравнению с этом вариатором то есть по идее ты должен сам прекрасно понимать что если бесступенчатая то есть плавное увеличение крутящего момента и в каком-то допустим там моменте у тебя будет крутящий момент у тебя будет крутящий лучшие допустим лошадиная сила максимальные да вот именно допустим стрелку те на четыре с половиной зависнет все эти разгон пошел допустим то есть если на механике там на автомате у тебя постоянно гуляет этот момент то есть не можешь ровно поймать тебя жить ты не поймаешь какая у тебя не было коробка куда крутая ну как показывает практика это все теория то есть на бумаге вроде бы все должно хорошо но на практике вариатор ну грубо говоря сосет пацаны то есть если выразиться своим языком было в том году видео где ставили два лансера десятых один был на механике другой был на вариаторе вариатор проиграл причем даже когда садился пассажир в механику то есть два одинаковых двигателя абсолютно одинаково абсолютно одинаковый кузов но разные именно коробки и коробка вариатор проигрывает это по идее хотя она должна сразу было просто выиграть из-за того что сразу крутящий момент или большой максимальный и идет постепенный разгон механика там что-то туда-сюда там отсечку поймал там покуда напомню отсечку ловил тупил что-то и все равно победил этот вариатор хотя по бумагам по бумагам по идее тот кто конструировал изначально это было конечно же новшество это было круто но как почему-то до сих пор она не развилась я думаю что все в будущем все это будет то есть вариатор почему проигрывает и потому что именно заводские настройки этой коробке таковы что чтобы она хоть чуть-чуть поездила чтобы хоть какой-то ресурс был я нельзя максимальный крутящий момент сразу передавать на колеса только лишь из-за этого поэтому вариатора никогда в жизни не встречался не в каком-то там ну спорте там крутом на него никогда не ставили прямоточные трубы допустить просто прямо ток постоять на машину с вариатором то есть она разгоняется и вот она от тебя с места тронулась и он до горизонта уехала и постоянно этот гул постоянно стоишь то есть если допустим опять же на механике или на автомате там те хоть какой-то разгон идет то есть еще вообще нам выхлопа нравится то есть именно когда идет газу перегазовка то есть изменение изменяемость тона то есть на ухо это приятно слышит а вот только давай то чё тебе в 8 ну-ка давай оп классно классно 5 и 3 нормальной тачку тебя а когда я у тебя вариатор тебя разгон ты постоянно этот гул слышишь это невозможно то же самое что поставить на вот как у меня был lancer 10 и когда у меня опять передач его и я по трассе еду я просто охреневаю меня постоянно этот гул стоит просто на 100 уже 3000 оборотов и постоянно этот гул также будете муча с вариатором там потом же сам разгоне но это как бы лишнее на самом деле это все понятно делать хотя по идее по факту он должен быть номер первый даже там двойное сцепление там dsg крутая самая она она не может все равно вот смотрите сколько тачек у нас не было на обзоре ну да хранище но не буду врать много были и лексус и toyota там какие-то дорогие новые машины были вот и везде автоматы без разницы четырехступенчатые шести-тюмич они все дергают они все дергают ну и понятное дело не как на механике что ты втыкаешь и так вот так вот бывает там аж шатнешься там таксист едет он переключает он там вот так вот и ждать тебя так конечно же не бывает на автоматах но при интенсивном разгоне то есть газик дал половинку все равно конечно чувствуется что руки-то очки тачки чувствуется понимаешь они чувствуются некоторым людям это нравится типа вот это почувствовал ускорение какое-то ты там почувствовал нахрень 150 лошадиных сил он дакут ускорение чувствует это все понятно но на вариаторе гораздо же комфортнее выставляете то есть и газик нажимаешь если двигатель позволяет если у тебя как минимум 150 лошадиных сил то есть это стрелка тахометра на полторы 2000 держится стрелка спидометр у тебя сама постоянно ложится так потихонечку конечно она идет 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 ты как бы вообще разгона этого не слышишь типа как знаете вот не гибрид конечно примерно но по крайней мере нету ни малейшего гуляния стрелкой даже до 2000 не доходит на полторы идет разгон и нету толчков даже при интенсивном разгоне это конечно же все комфортно но как и сами прекрасно все видите на крутые тачки почему-то вариатора не ставится вообще вариатор самая мощная машина которая была установлена вариатор это вот nissan murano ну насколько я знаю насколько помню сам бурана с которыми до столкнулся и и поймите вот нет че не нравилось все сразу оттолкнулся от эта машина то что так только прихожу к покупателю продавцу то есть я покупатель у меня машину предлагает и сразу я еще там ничего не смотрел он не сразу заикается про вариатор не надо так делать и как-то сразу оттолкнул между ну видишь больное место думают да нахрена прокатился гул идет разгона нет ни хрена ничего не почувствует такое ощущение что сцепление буксует что ли чё как бы да дело как вы конечно же привычки хотя на некоторых вариаторах некоторых коробках есть режим ручной то есть ну чтобы сократ понимали что это это все конечно же программа тупо программа это никаких то нету передач это просто человек программист свое время когда делал то коробку проектировал он просто-напросто обозначил примерно на каком допустим моменте ему нужно будет оставить один шкив обездвижным то есть один шкив от двигается другой стоит там допустим не двигается то есть это все как бы взаимосвязано и опять же из-за того что нету жесткой передачи даже если ты воткнешь вторую найти там даже на вариаторах лепецкие есть да тоже сам ланцер 10 взять там лепестки есть на руле есть вариатор как бы для чего они у тебя есть у тебя постоянно бесступенчатая трансмиссия то есть программист мог сделать 28 передач а не 6 как допустим на ланцере представляешь и чего бы человек сидел бы так щелкал то сделано это чисто для того чтобы для успокоения души что ли или может быть ну нравится кому-то ехать на повышенных оборотах и так далее хотя есть обычный режим l допустим до пониженной то есть и лепестки по большому счету это конечно же ну лишнее хотя вроде будут кореш гоняет говорит что экономичнее если по трассе ехать экономичней то есть если у тебя на вариаторе стоят этот типа ручка и опять же это ручку поставил ты допустим в первое положение но ты тачку свою остановил и чего он тебя заглохнет как на механике конечно же нет опять же должен понимать что это чисто программное как бы все это удовольствие также ты на вариатор если загонишь в красную зону у тебя не получится в красную зону загнать то есть у тебя один хер на отсечку идти сама переключит то есть на автомате ты включил вторую так все ты включил вторую да опять же на некоторых не на всех 50 на 50 примерно то есть это надо осознавать понимать и скажем так ну это на баловство я имею ввиду этот ручной режим а так вариатор в принципе коробочка классика вставляешь газ нажимаешь тихонечку поехал ну что может быть только что как что лучше этих автоматах постоянно гидроблок засирается какой-то соленоид выходит из строя там эти стирается всякие подшипнички сальнички текут начинается масляное голодание какие-то проблемы и ты знаешь рывками у тебя там с пониженной допустим встречи на вторую ты останавливаешься и у тебя такой рывок постоянно вот и нихрена не проходит на вариаторах вроде бы все это тоже приблуда есть да вот это управление мозги но они как бы спрактированы таким образом что это происходит там редко то есть в основном если вариатор ломается то он конечно же ломается сразу не обязательно обрыв цепи обычно обычно так обычно нет такого что слушать что-то там задернулся вариатор ему сразу советуют меня и конечно же масло но ты сам должен понимать что люди почему вообще брать почему только дорогой в обслуживании не обслуживали вот именно в ремонте дело в том что все люди прекрасно в сервисах знают что такое вариатор во первых мало специалистов потому что вариатор не самая распространенная коробка не все за него берутся зная знаете что то что когда машина заезжает с какой-то поломкой с этим вариатором пускай он просто умер да вот он приехал загнал машину он просто понимает прекрасно что по ходу дела я с этим вариатором сейчас прилипну там каким-то одной чисткой или заменой масла там не поможешь и поэтому вот эта машина будет стоять мертвым грузом или в этом боксе или на улице а если каждый из вариатор будет приезжать сами прекрасно понимаете что невозможно каждый день эти вариаторы принимать они просто-напросто будут от машины за складироваться просто там по-любому надо снимать там не так что там крышечку снял снял несколько этих самых там элементов там на все снимаешь полностью разбираешь двух сторон чтобы разобрать полностью как бы и вы же понятное дело смотришь и ремонтируешь к поэтому автосервис который этим всем занимается даже самым вариатор и течение точить не так чисто на это только тонкая специфика определенные свои как бы люди этим занимаются шари шаристые и поэтому такие собственно говоря огромные деньги плюс для того чтобы вообще его отремонтировать там забрать не проблема вы сами прекрасно знаете что разобрать можно все вообще все просто разобрать не кувалда имеется ввиду даже аккуратно дело на нас сборки то сборка тончайшие там моменты есть при сборке то есть вот почему такие дорогие к его мужская что опять же услуги плюс дорогой другой материал дорогой плюс то же самое масло которое ты заливаешь она дороже чем обычная хотя и обычно тоже до хрена стоит так что пацаны такие моментики то есть это все надо это все надо понимать мне личный вариатор как коробка она да мне пофиг это та же сама халява то есть если у тебя машина не едет если она тебя до 180 лошадиных сил то в принципе можешь вообще так не париться там бери вариатор знаешь если ты допустим хочешь какого-то там типа ускорения что лет ну это все такая параша пацаны то есть если машине это она и не едет и коробка там какая dsg особо там в некоторых случаях поможет но она как бы редко опять же тоже самое по крайней мере что робот что вариатор это все же лучше чем механика в тысячу раз об этом говорил очень много комментариев вот вы пишите что да ты неправильно да выслушай ты сейчас большие комментарии это выслушали мы поездил я на механике поездила сейчас на автомате я уже сейчас на автомате езжу не первую неделю и вот обзор был дан она на suzuki x4 все но я разучился ну слишком быстро человек проверяет привыкать халяве понимаете но халява и гагали мы халяву почему и не воспользоваться ты думаешь что там вариатор экономичный механика экономичный там такой мяжик это инжектор дай-ка я на спуске передатчика оставлю выжму типа сцепление газовать не буду там смотришь тебя по бортовому на лида показывают ну как тебя могут быть на ли показывать по бортовому то это чисто программная уловка сам должен понимать что даже если тебе инжектор крутой и когда-то на едешь накатом ты накатом едешь все равно топливо поступает все равно там идет небольшое сгорание то в любом случае то есть это определенного ноля нет люди парятся там у тебя накатиком дай-ка накатиком просто вот надо собраться говорю реально провести эксперимент выставляете это то же самое что включить допустим на машине с механической перерывкой передачи включить пятую передачу отпустить все педали но при этом машина была заведена то есть и заводишь разгоняешь на 5 передачи до 100 там у тебя трос там спереди какой там грузовик едет и вот он тебе везет 100 километров то есть и отпускаешь все педали ты получается 100 км пройдешь накатом должен понимаешь еще что накатом можешь проехать 100 км если кто-то за веревку будет тянуть допустим и ты сам должен понимать что у тебя будут работать все приборы у тебя также будет греть печка по идее то есть это надо реально экспериментирует но сами прекрасно понимаешь что все равно когда ты видишь накатом топливо не поступает так и ты такой ага сразу печка охладилась тебя слышит так холодно стекла запотели да как бы двигатель все равно что-то вырабатывает ходит и крутится так что если экономишь на том же самом допустим механике да то экономишь там немножко понты литрушку 2 но и собрать автомат это старый гидротрансформатор где там чуть и не мужик сидит ложкой так вот масло маша миха миха это мешает как бы там да понятное дело там расход у тебя на 3 литра сразу может прибавлять то есть об такой это какой-то автомат чёте-то пассат b5 автомат трешку сразу прибавляй смело если там допустим зависимости от механической короткой передач там действительно все это масло и ца да вообще все эти автоматы немножко прожорливы опять же вариатор выигрывает то есть мы все плюсы вариатора несомненный комфорт понятное дело что люди в россии привыкли к механике да всю жизнь выросли на тазах и когда им дают автомат и не гриста до мне моего автомата хватает за глаза мне комфортно но по теории опять же комфортный именно вариатор плюс экономичней как экономичней то же самое механики но это опять же все в теории минусы это нора опять же малейшего срок годности то есть маленький ресурс ну ресурс действительно маленький то есть врать не буду как бы 150 200 пробежит тебе дай бог вот так если будешь каждый день сплевывать через левое плечо может тогда пробежит если сплевывать не будешь бегать не будет точно это как бы да не уловка не миф но по крайней мере если покупаешь новый автомобиль тоже понимаете что 100000 ты на нем откатаешься думаю без без проблем без проблем опять же если ты не будешь сам по себе тупить ты не будешь сразу заводить машину в минус 30 и сразу газу давайте поехал конечно прогревать коробку прогревать двигатель нужно потихонечку все чик надо даже если те лучший друг попросил взять на галстук да тут говорит довести ведь фигня там 5 комеда но ты сам должен понимать что для для твоей коробки это это губительно то есть его отвезешь но ты через 5000 километров возможно просто-напросто просто попадешь на большущий ремонт и ты не скажешь руку стоит из-за тебя это правильно было это должен засадывать и так потихонечку катаясь катаясь так далее допустим audi до двигателем 2 литра там 200 лошадиных сил там допустим а4 тоже сама двигатель ставится на а6 и там тоже вариатор там идет как бы он цепной называется мультитроник вот путь . вот покажу каком принципе работает примерно как разгоняется как гудит на ходу это все покажу но там опять же тоже ресурс ну не больше 150 нет понятно что у нас в россии тазы едет по миллиону километров вы не скажете да да есть такое но это опять же это единица то есть давайте отталкиваться все-таки от средних данных которые вот люди и имеет которые получают все-таки есть какие даже данные правильно собранные сервисов с хоромов там и в итоге получается что все таки вариатор как бы слабое звено вот именно коробка коробка автомобилестроения именно вариатор да и звучит это слово просто никак не нравится вариатор вибратора какой-то что либо вариатор но это чисто мы так называем так ты конечно же он там по-научному называется cvt там что-то свт как только не назовут коробочки ладно пацаны надеюсь вариатор разобрались вообще-то тема открытые возможно можно будет сравнить вариатор и автомат возможно вы можете автоматы и ручную коробку передачи но это все-таки мелочи кривы просто самое главное что народу наверно не тот долю секунды разгона да вот в зависимости от того какая коробка даже есть одинаковый двигатель одинаковая машина это все по барабану эти доли они не влияют людям ну же что ресурс действительно люди на сегодняшний день выбирает ресурс поэтому такие вещи как коробка передач вариатор все-таки остается на заднем плане в любом случае как бы он хорошо тебя не ел как бы не был комфортный все эти минусы просто ты их не видишь когда ты видишь перед собой счет за услуги от сервисе и так далее это был анализ про свт будут на обзорах покажу конечно в каком работает в деле но если машина новая я бы себе купил вариатор в принципе то есть не запарился если машине больше там трех-пяти лет то понятное дело что это проигрышное дело хотя где наша не пропадала пацаны хорош давай очка одни очкуйте не очкуйте всем спасибо за просмотр всем пока да кстати небольшой ps вот пожалуйста дисочки то пригодились а вот дисочки то пригодились дисочки я на них поставил камеру вместо канистр